Эфир Первого Ярославского продолжает программа в тему. Сегодня говорим о государственной поддержке бизнеса. Речь пойдет о том, какую помощь могут получить предприниматели от государства и на каких условиях. У нас в студии директор фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области Илья Филиппов и руководитель Евроинфоцентра Марк Котов. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый день. Здравствуйте. Илья Олегович, к вам первый вопрос. Начнем с общего взгляда на ситуацию. Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса у нас существуют в области? В Ярославской области существует целый комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Хотелось бы остановиться, наверное, на некоторых из них. В первую очередь предприниматели интересуют финансово-кредитная поддержка. Так, например, Департамент инвестиционной политики предоставляет гранты и субсидии предпринимателям, а фонд поддержки малого и среднего предпринимательства предоставляет микрозаймы и поручительство по кредитным договорам малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, это информационно-консультационная поддержка. Например, это деятельность по поиску партнеров, которой занимается Евроинфо-корреспондентский центр. А также это инфраструктурная поддержка. Например, предприниматели могут снять на льготных условиях арендные площади в бизнес-инкубаторе города Ярославля, а также в Татарском промышленном парке «Мастер» – это производственная площадь. Насколько я понимаю, финансовая поддержка наиболее востребована. Если говорить о цифрах, сколько было обращений и сколько было выдано денег в субсидии грантов? С начала деятельности фонда поддержки малого и среднего предпринимательства за микрозаймами обратилось практически уже 500 предпринимателей. За поручительствами цифры приближаются к 200. Соответственно, все эти предприниматели смогли улучшить условия ведения бизнеса, развиться при помощи финансово-кредитных ресурсов, которые предоставил фонд. Многие все-таки обращаются в банки. Насколько я понимаю, фонд обращался гораздо выгоднее за микрозаймами. Почему это так? Да, действительно. Во-первых, фонд поддержки малого и среднего предпринимательства создан правительством области и единственным учредителем является Департамент инвестиционной политики. Соответственно, мы не преследуем целью извлечения выгоды или прибыли из собственной деятельности. У нас существует ряд продуктов, которые могут быть интересны малому и среднему предпринимательству. Во-первых, это микрозаймы. Микрозаймы мы предоставляем на срок до одного года. От 5 до 10% годовых у нас ставка существует. Соответственно, под 5% мы готовы предоставить микрозаймы малому и среднему предпринимательству, которые осуществляют инновационную деятельность. Основной продукт у нас займ приоритетный под 6% годовых. Мы предоставляем займы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, а также транспортной перевозки, оказывающим бытовые услуги. Хотелось бы отметить, что при аннуитетном графике подношения задолженности сумма переплаты за пользование займом в течение одного года составит всего 34 тысячи рублей. Кроме того, у нас существует микрозайм для предприятий, которые занимаются оптовой и розничной торговлей под 10% годовых, а также для всех предприятий, которые не вошли в вышеизложенные группы, у нас микрозайм предоставляется под 8% годовых. Кроме того, существует беззалоговый займ на сумму до 200 тысяч рублей. Особо хотелось бы отметить, что благодаря поддержке правительства области, фонд поддержки предпринимательства разработал новый продукт. Это микрозайм для предпринимателей, которые пострадали в результате пожара в торговом комплексе «Зеркальный» в городе Тутаеве на льготных условиях. Поэтому очень ждем предприятия за тем, чтобы получить у нас эту поддержку. Можно поподробнее, что это за кредит? Да, мы готовы предоставить микрозайм при подтверждении того, что предприниматель пострадал в результате пожара и без подтверждения выручки готовы предоставить 400 тысяч рублей на срок до одного года. Куда надо обратиться предпринимателю за этой поддержкой? Полную процедуру можете алгоритм сказать? Да, конечно. Мы располагаемся на улице Некрасова, 41, это бизнес-центр «Североход». Вместе с тем у нас есть свой сайт «Фонд 76.ру», и мы можем дистанционно получать документы от предпринимателей, поскольку понимаем, что многие из предприятий по Ярославской области располагаются в отдаленных районах. Соответственно, приехать придется один раз, а все документы направлять заранее. Мы рассмотрим перечень документов в кратчайшие сроки, а именно 10 рабочих дней у нас максимум, но мы стараемся ложиться в 5-7 дней. Хотелось бы также отдельно отметить о том, что у нас существует лояльный подход к оценке кредитоспособности заемщика, и мы готовы предоставить отсрочку по оплате основного долга на срок до 4 месяцев. Кроме того, рассмотреть условия сезонности ведения бизнеса и таким образом сформировать график погашения задолженности, чтобы это было выгодно предпринимателю. Спасибо большое. Мы сейчас поговорили о том, как поддерживать предпринимателей фонд поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Ну и сегодня мы общались с представителем Департамента инвестиционной политики. Я предлагаю послушать интервью. Пожалуйста, сюжет. Александр Олегович, в рамках какой областной программы осуществляется поддержка малого и среднего бизнеса в регионе? В Ярославской области сейчас действует областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013 и 2015 годы. Основными направлениями в соответствии с данной областной целевой программой являются финансово-кредитная поддержка, льготное обучение предпринимателей, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и информационно-методологическая поддержка. Какие наиболее востребованные у предпринимателей виды поддержки? Это гранты начинающим предпринимателям, возмещение затрат на техническое присоединение к инженерным сетям и возмещение затрат по договорам лизинга. Сколько средств заложено в рамках областной целевой программы на поддержку малого и среднего бизнеса и сколько дает Федерация? 223 миллиона рублей, из них 106 миллионов из федерального бюджета. На данный момент все заявки Ярославской области одобрены Минэкономразвития России. Спектр поддержки предпринимателей в 2015 году будет расширяться? В 2015 году планируется новый вид поддержки. Это субсидия на закупку нового оборудования и модернизацию уже существующего. Спасибо большое. Мы сейчас посмотрели, чем помогает бизнес у департамента инвестиционной политики, но у нас в области существует еще один вид поддержки. Это Евроинфоцентр. Марк, расскажите, пожалуйста, чем ваша организация может помочь бизнесу? Ну, начнем с того, что мы были созданы в августе 2013 года на базе фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. И вообще суть нашей работы центра заключается в том, что мы предоставляем на безвозмездной основе помощь предпринимателю в поиске партнеров на межрегиональном и международных рынках. У нас огромная обширная сеть филиалов, которая находится в 53 странах мира и включая 46 субъектов Российской Федерации. И все это под объединением, которое носит название Enterprise Europe Network. Понятно. То есть это такой большой глобальный рынок сбыта для ярославских предпринимателей? Да. То есть у предпринимателей Ярославской области появилась такая уникальная возможность вывести свою продукцию, товары, услуги, вообще все то, что они производят или предоставляют на международный рынок, либо межрегиональный. На бесплатной основе. На бесплатной. И сколько за время вашего существования к вам уже обратились человек? На сегодняшний день, это если мы берем промежуток с января на октябрь, 300 предпринимателей обратилось к нам. Оформлено заявок у нас 288. Это с учетом межрегиональных и международных заявок. Ну раз это глобальный рынок сбыта, есть ведь наверняка товары, которые должны конкурировать на соответствующем уровне. С какими просьбами к вам чаще всего обращаются? Чаще всего просьба бывает поиск инвестора и желательно международного инвестора. Конечно, мы регистрируем данный вид запросов и отправляем их в нашу базу данных. И на данный момент у нас есть небольшая наработка в данном направлении, но мы еще работаем в процессе. Продолжение следует...